Большой-большой привет. Запись только что тыкнул, поэтому на всякий случай надо повторить. С вами Михаил, он же Майкер. Сегодня мы будем смотреть финал отличного турнира, который инициирован Русбрейном по Варкрафту. Так, клан ГГ или как там? Клан Гудгейм. Гудгами. Джоин Гудгейм. Нет, Джоин. Клан. Мне кажется, клан ГГ все-таки. Просто мне нет прав. Вот. Сегодня мы посмотрим первую часть, ну, большую часть сетки посмотрим сегодня. Четвертьфиналы, полуфиналы. Самое интересное будет, хотя, может быть, и сегодня матчи будут интереснее, чем завтрашний. Помните, что победитель Русбрейна сыграет с императором в специальном шум-матче за дополнительные 60 тысяч, ой, 30 тысяч рублей, а призовой фонд основного этапа составляет 60 тысяч рублей. ГГРУ, говорит, Пэмперфект, но не эта самая. Да, хэппи ласт босс. Будем за ним следить. Клан ГГРУ. Джоин Клан ГГРУ. Вот, демон здесь, шейк здесь. Параллельно... Ох, параллельно-то. Там какая игра не началась. Я думаю, может, здесь потыкать чего-нибудь, ну... Феникс Пойнт затягивает. Новая игра от создателей Икс Ком. Слепое прохождение на максималке без сейвов и огромное количество фейлов, смертей, но я зацепился сейчас и живу. Рекомендую. Рекомендую, если вы наткнулись в записи по Варкрафту на эту игрушку, и вам нравится Икс Ком, обратите внимание на Феникс Пойнт. Фоги к телефону не подходит, говорит Хандрид. Ничего, мы подождем. Фоги сидит на ГГ, говорит. Хандрид веселенький. Слушайте, а может быть... Может Хандрид в Дискорд? Сейчас, секундочку. Ну, он же из Китая вернулся. Наверняка ему есть, что рассказать. У меня опять... А, да, я же могу на втором компе запустить. Он только проверит, работает ли я работать или нет. Раз, два, три, четыре, пять. Кажется, я не буду слышать. Да, я не буду слышать, собеседник. Кривая система. Так, сейчас приду, но я только до 15-ти. Хандрид ты будешь? Да, нормально, Хандрид будет. Два одинаковых мэтчапа. Что у Фоги с Шейком, что у Террора с Соником. И два очень похожих эльфа. Ну, хотя нет, они по темпераменту совсем разные. И Фоги значительно постабильнее Соника в этом плане. Но оба играют за эльфов. Вот, а противники один немец, а второй... Второй тоже немец, да? Ой, а Террор наш. Ладно, подождем. Демон пишет, что чуть-чуть в финал играются. Террор поляк. Я помню тоже, что он же не... Почему-то Террор не того, не того добавили Террора. Наш поляк. Ну, ладно. Да, точно. Точно, точно. Ну, нельзя время терять земля в опасности. Так, что у нас здесь? Все вылечились, да? Я хотел бы использовать свободные средства для того, чтобы... Для того, чтобы нанять новобранцев. Хотя, подождите, не факт. Возможно, стоит сейчас наладить производство нового типа брони. Вы только посмотрите, сколько здесь всего. Да, мне нужны материалы. Мне нужно каким-то макаром выторговать материалы. Еду на материалы. Вот куда мне нужно. Игра очень интересная. Очень. Выторговываем 100. Вот жалко, нельзя прям полностью. я бы все скупил. Мне этой еды... Всего три материала осталось. Какие-то бедные все. Что круто, чем икс, в чем механика другая здесь. Это реально другая игра. Тут политика, взаимоотношения. Тактическая составляющая тоже сильно поменялась. Так. Смотрите, у меня в составе появился в первую очередь псионик. Вот этот вот. которому вполне вероятно стоит соответствующую броньку сделать. А какая ему нужна броня? Явно не берсерковская, правильно? Вот, священника. Мне же восприятие нужно, правильно? Тут можно убивать мутонов. До мутонов не дошли, но вообще да. Еще где-то были... Была бронька с модификацией. Короче, здесь огромное количество исследований только что нам насыпали. За счет хорошего отношения с фракцией. Не знаю. Так. Геймнейма еще пока нет. Кажется... Слева фильтр по классам, чтобы видеть шапки. Да, можно, конечно. Варкрафт будет? Варкрафт есть. Варкрафт есть. Можно, конечно, сидеть в лобби. В любом случае, игру мы не пропустим. Кроссбринкапа подключился стримить этот Вандербраун, который на ютубе для своей аудитории делают ролики. И турниры в том числе комментирует. Так, ну пока не создали. А вот 29-го лобла. Вождь в кулане вандерстрассе. Серьезно. Делайла, принято. Сейчас. Так, фоги-1. Давайте к фоге-чу запрыгнем. Паш, как миленький, все работает идеально. Ну, очевидно, что у кого-то. Привет, Воскре. Ой, ты опоздал. Слушай, мы сегодня с 10 часов в Феникс Пойнт играли. Даже с полдесятого, наверное. И не сдохли еще. Прикинь. Более того, у нас там дипломатия, все дела. Получили миллион исследований. Так, сейчас посмотрит наш товарищ. Идарыч, на связи. Хорошо. Ключевое слово еще. Я уверен, что я сдохнул много-много-много раз. Так, что же делать? Что же делать? Вот у нас есть псионик, да? Новый класс появился. А под него нет готовой снаряги. Угу. Извините. Нельзя отвлекаться. Нельзя, друзья. Все. Сосредоточились. Так играешь с сохранениями. Че сдыхать? Так я им не пользуюсь. Амфи, это что? С подключением. Висит в чатике наверху челлендж. Пройти Феникс Пойнт. Я не понимаю, как вы можете так долго играть и стримить. У меня после трех часов башка плывет, как после нокдауна. А я просто не думаю, Бонич. Хотя, блин. Я не знаю, Бонич. Практика, наверное. Ладно. Помещение должно быть проветривало. Мэй, мэй. Говорить можешь долго. У тебя же практика есть. Громкая речь. заставать не должен ты просто слишком много думаешь реально вот казалось бы до больнич но слишком много гоу феникс поинт на максималке борич это все нормально чувствуешь головне кружится глазах не темнеет нет пока нет может с давлением какая-то проблему тима так фогич устанавливает игру не дре вообще без проблем чем нет так смотрите производство базово зарядили скоробей вот черт его знает слишком долго и слишком дорого но по-хорошему надо проверить что это за за такая штука можете монитор какой-то может освещение реально какое-то что сложного в том чтобы сидеть и разговаривать я в x-ком ты не играл феникс меня деконструирует это другая игра ну похоже чем-то кстати кстати странно что они черкают внутри батлнета на гг же уже реализовали а хотя турнир создавали до этого там надо заходить и в настройки добавлять карты но в общем если демон слышит появилась возможность черкать карты прямо на сайте то есть там где карточка матча чатик вот там у игроков появляется тебе как организаторы ну если ты слышишь нужно просто добавить добавить список карт и все можешь короткий можешь длинные названия лишним в любом случае это не будет кто-то привык конечно и будет продолжать черкать внутри там личные переписки арктуанс привет прикинь я еще жив мы сегодня стартанули с утреца феникс поинт и я жив добились почти неизвестный ооооо что неизвестный спасибо тебе за 30 рублей очень странный ты наверно ты не с этого канала похож на фаната расстроенного бывает а представляете если у нас на сайте было не 93 процентам мужчин а 93 процента женщин такие были бы темы с обидками с фанатами все меня короче она забанила на канале даже у нас проявляется понимаете вот эта вот тема что взрослые мужики которым там за 30 или по 30 ох я бы повесился просто модераторы бы увольнялись спустя спустя месяц потому что разбираться интриги скандалы сплетни и а ты знаешь а ты знаешь а она аон ух как мы тратим для декрет да 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 фоги стрим на гг запустил е ура а кстати у кого там стрим не стартовал смотрите чудо обновляйте страницу у вас все работает слышь перестань а что 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 не так я за чаем вот короче ледокол переподписывайся месяцев моя задача псионика тут про это самое про вот накинуть накинуть не знаю снарягу какую-нибудь вот специалист по самообороне осторожность специалист мастер ближнего боя мне почему-то кажется что ну тупо не хватает вот новенький еще присоединился классный классен он тем что у него все есть это не купленный леменку которого который не знает что ему делать от тяжелых дадим все крип есть все здоровые хелка 6 левела блин как они вытаскивали какие миссии они вытаскивали пинта активировал премиум заходи горе центинел так я в игре же был классно тем что это бородатый мужик которого зовут марта это вообще странная какая-то тема уже не первый раз нам встречается татьяна или ольга с такой богатый растительностью на голове но в смысле на на лице на лице на голове то ладно вот она лиц это странно что означает цветной контур на иконках предметов классовые фракционный говорят да наконец у нас появился main control ладно давайте о варкафте лучше действительно стоит стоит либо переключаться прям чтобы не говорить во время другой игре опа а вы помните когда последний раз фуге на этой карте играл не в козла против андета наверняка помните но я нет тут были сплошь и рядом экспанды за феррики шейк вроде хорош да шейк хорош но этот топовые игроки топовые они тут нет корейцев но есть зато император войска вступили в бой пошел криппинг и и конечно же надо поставить индикаторы здоровья почему не варда но андедов обычно против нее большие проблемы от карты зависит варька требовательна к уровню ей нужно что-то папа больше ей нужны просторы и теренас какой-нибудь низины там где можно покрепиться с одним с двумя бараками тролль выманил а калит выманил тролля тут побежал сетку делать скорее он не специально просто так получилось когти плюс 6 отличное начало для для фоге ч и и все уже димка на хвосте у деки у того и так то шансов нет на прямую у у него и урона меньше скорость атаки значительно ниже брони меньше только хп побольше но и когти у дима вообще без каких-либо шансов не может он конкурировать достойно войска вступили в бой еще один берн бодрящий надо было прописать и вроде как даже рейндж был под 50 но все равно прописывает молодец фогич и загоняет даже противника на базу серьезно потому что нерубки нет и типа ты не сильно рискуешь молодец а в это время не специально или он закроет вообще я думал что эта фишка какая-то типа знаете ставишь барак монстры остаются и но фоге просто недоконтролил там было калит который видимо разбудил и хороший герой да мы стали забывать насколько хороши хороши стандартные пески герои ставится у фогича экспант куплены ботинки еще один моноберн делает абсолютно бесполезным деку дека при этом понимает что скорее там делается экспо нужно что-то сделать он проверил скелетом увидел строящуюся базу но понял что уже не успевает ничего сделать в результате полная доминация эльфа на на старте great на т2 даже немножко раньше героя сильнее ставится база денег одинаково как так непонятно войска вступили в бой пошел в арт грамотно действует фогич еще бы он чуть пораньше начал этими арчами не просто бегать и защищать экспант а выманивать как раз этих мурлоков не до контролевает он к сожалению не до контролевает увы берет нагу зачем-то выбегает в центр я не понимаю что он делает но типа следит за декой но ребятам то тоже надо наверно что-то делать а он ждал когда добежит висп сделать просветку и вард поставит тогда ок ботинки возможно ноге передать надо что делать фогич вот что он делать почему не выбивает артефакт хочет и два здания как гарги у какая классика бесцельная беготня боли ну что ж ты делаешь у него преимущество его разводят сейчас к вступили в бой выпил бы уже сто раз предмета отсюда друзья кто за шейком следит для него это стандарт в в гарк вот в такой ситуации играть то есть насколько это может быть неожиданностью для фогича как вы думаете просто может он потерялся из-за из-за того что о боже гарги с двух склепов стандартных но когда не ясно не ясен был не ясно было зачем вот этот мув был на базу то есть там на т2 тебе уничтожать против гарк вообще нечего с лутерхаус там не строится так рано там второй склеп заранее выстраивается на фогич отбивается гарги харасит видимо видимо фоги не готов не доконтроливает виспа hunter school очень поздно в идеале вы должны к первым двум гаргам уже сделать первый протектор если знаете что там такая вот тема у вас ресурсов для этого хватает даже если играете через x хватает хватает пара лорниц ставится таким образом чтобы сложнее было гаргами их отменить опять не добивает виспов а напоминаю не по 120 у фогича по 120 голды фогича разводят гарги на менее хороший диспол минус 4 скелета это грамотно войска вступили в бой ну ладно самое главное что базу не подхарасили сильно шахта доделается но у фогича колоссальные проблемы с лесом из-за того что были потеряны виспы да и дриады весьма требовательные в это время т3 вообще у шейк это не так много вариантов дальше он скорее всего с одной базы сделать какой-нибудь тайминговый пуш с этом со свитком лечения соло декой с гульками с фрэнди если у есть конечно и гулик слишком мало а если не получится то извините войска базам такой карте ставить крайне сложно начинает крепится фогич интересно задиспелит хоть одного виспа против фокуса гарки нет сегодня просто любопытно мне я как как он вообще собирается дека очень вид поймали удачно в сеточку одну гаргу убили такое впечатление что фогич принципиально не диспелит виспов войска вступили в бой ай-яй-яй-яй-яй дима на базе уже вряд ли справиться из-за нерубки не добежит он дадыки ну ладно база работает сейчас бы еще как они деньги эти потратить книги бы прочитать тоже две книжки о молодец да ё-моё что это такое я я не знаю ну поиска вступили в бой он наверное уже 6 7 виспа причем не шотного то есть не с первого залпа он убивается просто он уходит но не ушел он не диспелит . сбора с дерева к это кривая но маши 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 руками тебе еще лес нужен протектор неплохом месте виспы в плохом месте вот этих виспов сложности диспелить вот типа 1 потому что с первого залпа уходит выходит лечевка ох на шейку тоже тут тролли по испортили жизнь нужен цвет окшейка в любом случае для того чтобы выйти и пропушить он готовится выходить лимит 50 явно ну есть возможность протоковать разок но если фогич просто потратить те деньги которые у него есть просто потратите деньги которые то у него уже будет 60 плюс верн ой щас может леча убить удар ну они там первый берн к сожалению первый берн все равно все хорошо не стоит паниковать раньше времени вот этот мануэлл под 70 войска вступили в бой деньги небольшой запас есть полтора косаря вермят не делается и у него какая-то особая особая магия у шейка у него явно свой план есть вообще-то минус тп нет слева подбочить арчует сто лет ну отменить бон ярд нет да ладно 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 куда ты зачем ты бегаешь так ребята мне нужно мне нужно собраться потому что потому что начинаю подгорать шейду делает шейк первый верм пора выходить из лимита если бы фогидж знал что там такая тема надо было выходить из лимита прида вышла но минус с профай шел и фоги тайминговый выходит из лимита медведем веспы апгрейды и они определенно друг с дружкой играли фоги явно знал что это гарги ну потому что сейчас он действует так как будто как будто не первый раз и не встречается отстреливает рабочих став где телепорт мы сейчас на пошел телепорт минус пара арчей ну ладно все нормально в конце концов экспант есть есть у анды до проблемы с экономикой 0 голды при этом нужно восстановить двух околитов и при этом часики тикают нужно собираться и идти в атаку а там 51 лимит шикарно в лорницах толпятся люди в очереди там дряда медведи все ждут хотят выходить уже с димка с арбой нога конечно против такого не очень полезная ну ладно вот как дима за как дима как дима до сих пор не третий в такой ситуации там декада половина 4 который выгоняли пол игры а фогич не прокрепился к сожалению ой намечается сражение ненужной абсолютно фогич ну зачем там очередь у него строится юниты над над это серьезно и он все равно справляется молодец этом козы в этом в очереди 5 кос короче очень много вопросов к игре к этой пока что непонятно почему почему некоторые решения такие почему мы не диспелем в очередной раз виспов очередной раз он вообще их не спалит ну хватит на фогич но уже 10 вис без диспела а потом я удивляюсь почему дк 4 до подрезает хорошо гаргу теряет одну дрядку как же верми медведи убивают ну да у них x2 просто по ним и космический дамаг просто сам по себе высокий игра абсолютно его было изначально сейчас ходит серия ступили в бой разведки не хватает не знаю не знаю где враг черт у меня просто слов нет ну как так то самое плохое что можно сделать это вот терять вот так вот по постоянно папа мелочи не скапливая нормальный лимит корме мандедовский героев там уже лично половине 4 лич опять очередь с козами виспов психанули перестроили отвратительно нет не дай бог такую игру отдать не дай бог когда у тебя 1700 на руках лимита больше героя лучше каким-то макаром противник крепится лучше тебя в результате в мидгейме по бегушке вместо вместо криппинга по вражеской базе безрезультатно не диспелем больше 10 уже наверное виспов и отдаем постоянно юнитов постоянно эльфы совсем расслабились с экспанда получает колоссальное преимущество потом потом еще можно так долго терпеть и и при этом выиграть ну зачем он сюда идет тут какой смысл возьми за возьми красную точку одну возьми красную точку вторую магазин пол карты не закреплены пол карты не закреплены шида там бегает за нами мы разок осветанули не увидели сейчас есть просветка но не ну почему ты часто просветку не делаешь перед тем как закрепится я я в шоке а теперь просветка прилетела прикольно хорошо он дед не пошел крип джекать не непонятно по каким причинам боевые барабаны орка выпадают подрезается коза третью базу ставит фоги ты издеваешься ты здесь умереть можешь минус медведь минус три дриады твою ж налево так что нужно было сделать зашел на возвышение если допускаю что шейда сначала просвети потом начинай крепить сначала просвети потом начинай крепить е-мое ну то есть если ты начинаешь крепится и делаешь просветку у тебя ну опций как бы не очень много то есть ты уже ввязался как правило в такой ситуации ты не будешь отступать ну просто будешь видимо крепится аккуратненько дальше ну или бегом мега резко крепится и постоянно посмотреть подходит к тебе задели нет но какой смысл просвичивать после того как ты уже начал крепится типа на насколько плохо это все закончится чтобы знать заранее или как я не понимаю войска вступили в бой пошла база которую фогич не чекает красную точку с хреновым артефактом забирает андет в результате виспы без палево пролетают влево на канаву сейчас кучу не достал вич на мангет минус еще виспы жесть если бы император играл в гарк он бы так фогича бы ну тут еще не самое не самое жесткое исполнение от шейка он четенько хорошо делает но без без чудес он просто ест то что ему дают что фоги ему дает где разведка вообще где разведку фогич полторы минуты прошло же шахта отстроилась знаете что будет если достроить из и гурат и загридится фоги умрет козами его штурмовать это будет уже игра в 2 в 2 ад это уже большую часть игры с одной базы против двух нормально напрягает и там уже 5 дк короче шейку надо просто сейчас максимально видимость агрессии создавать чтобы фогич не подумал что есть экспант и фогич догадывается молодец можно успеть можно успеть или он просто нычку идет ставить да кажется нычку пошел ставить просто но в любом случае так или иначе он обнаружил да он он кажется здесь хотел дерево вырастить окружает 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 было окружение но к сожалению не удалось пошли быстро зигурат играется смотреть но у фоги есть еще немного времени пока зигураты не готовы и пока армия андеда разрозненной и страдает андеду надо здесь видимо хотя может она будет сражаться да он заказал осознанно третий зигурат может ошибка со стороны андеда не ансамбль нет деньги терять и не отменяет грейд очень хочется эту эту базу получить шейф очень хочется но ва свиток пошел фокусить дряда чик не здесь фоги должны были хотя две вышки стреляют еще один свиток минус две триады да зигураты стоят еще минус триада минус гуля 70 лимита на 40 но тут нас все равно больше добычи нет околиты это должны как-то добраться до этого экспанта правильно ну и сейчас будет пасть последнее сражение я думаю что фоги справится у него с очень хорошие преимущества по лимиту вермак грамотно заводит прямо к медведям тот сплэшем бил форкет да фоги справляется если не дать эту базу поставить то все это гг андед без экспанда без экономики против все еще работающей элифийской базы это минус опять же валерьянка нужна для просмотра таких игр потому что потому что начинаешь нервничать что-то вроде все нормально идет нормально так нормально потом хоп минус один виспе на второй минус а к десятому тебя уже начинает немножко глаз дергаться камень жизни медведь просто решился вставать риджу в тут же умер я не знаю как такое произошло до войска вступили в бой человек не сдается молодец он тут до конца старается отыграть но он не знает что у фогича какой у фогича лимиты что у него еще есть за за ресурсы на руках пока он деды живы герои он может все позволить 8 48 привет китайский режим попался да он реально развел руками и умер как-то войска вступили в бой четко скорости взяли нычку здесь нам отменили но она была весьма логичная личовка получит 5 уровень но проблема в том что экономики нет никакой то есть все на последнего верма там накопили кое-как но больше ничего нет пятый лич скорее всего в следующем сражении попытается шейк просто тыкнуть в в ногу это единственное слабое звено единственный шанс что-то сделать вот тыкнет в ногу у него скорее всего не получится он напишет гг и выйдет так димку все-таки кидает новую стадо коз 72 лимита грейды 32 отлично фогичи же мэйном докопался до до третьего рудника даже медведя не дает подрезать фогичи злой ну да шаг понимает что что слишком большой лимит что минимум одна база скорее всего 2 не могу сказать тем не менее что это была уверенная победа со стороны фогич потому что в каждом клубе был такой парень с никнем злой кстати да у нас был в клубе товарищ никнем злой в артилекс это также видимо как киллер хантер шик 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 2 кажется название игры был что не так шейк сделал по мне просто если льв нормально все делает и его гаргами так не убьешь то есть ты можешь его убить каким-нибудь с тайминговым пушем через гарк ну раньше значительно раньше вот можно пошутить что мне ту раз выбрал или не ту страту но он играл значительно собранней значительно аккуратней на мой взгляд чем чем фогич с потери у него были были все-таки гарк ну там на сетках больше он старался контролить подрезал значительно больше чем отдавал естественно но как к сожалению когда ты играешь 2 vs 1 тебе нужно тебя не устраивают такие близкие размеры игры параллельные по очереди аж четвертьфинале кажется там пары идут параллельно но с дальше будут уже вас дестра лучше чем мозгарги в смысле против чего против кого чем лучше кто мозгарги убивают destroyer of это единственное пока что я как я могу сравнить экспонтант сносить да поэтому и говорил о тайминговом пуши потому что если ты начинаешь играть 2 в 1 то вопрос только в том как будет хорошо отбиваться эльф фоги отбивался не идеально и тем не менее у него были ресурсы для того чтобы сделать значительно более масштабную армию так скажем пошла агрессивная гуля но фоги не делает барак пока что сейчас делает сейфовый барак явно подстройка гуля придет попытается мы скорее всего расстроиться массмайкер или москопе конечно москопе еще хотя император один но если выбирать между этими двумя то естественно москопе представляете финалах там играют войска вступили в винтаторов много не надо вот хапича можно было бы помножить если масс без травы с мозгарги на свечом а если со свитками а если моноберн а если сплетануть в игре огромное количество условий факторов которые могут у некрополь да в этом бах и все имеет свою цену и ранее хораз гуляй тоже фоги чуть мне кажется что если гулька бы пошла сразу на левую виспа то фоги мог не среагировать да хораз так себе специально два виспа видимо для того чтобы спровоцировать на лайтник щелд хотя маг пока что да не сразу он среагировал верно надо было оставить лучницу рядом с а он достает он достает до боя тогда все верно хорошо постараюсь димка добивает кольцо получает против андед наверное кольцо это самый не очень артефакт потому что с димой в здравом уме никто не будет биться раз на раз то есть не будут с руки убить от него стараются дистанцироваться максимально чтобы издалека там пострелять закинуть куру закинуть новую кольцо против этого не помогает а вот в размены идти вот прям сейчас в дико выходит из алтаря и как побежит с димка сражаться такого такого не делает койл видимо для того чтобы лайтник щелд сейчас добьет же нет какой что он делает вы видели он просто несмотря на то что на нем висел лайтник щелд он четко посчитал сколько когда ему нужно взмахнуть фроссморном и добил холоднокровно сравнили игру хэппи и шейка мы шейка далеко не первый раз смотрим это на мой взгляд игрок другого класса хэппи сложно вообще но его можно просто ставить в в один ряд с топовыми игроками мировыми то есть вот берешь и четыре человека выставляешь да в данном случае это ой господи лин уже понятно почему это все-таки тиаш все-таки 120 и пожалуй вот император ну только император естественно не не в конце а просто эти щеглы рядом стоят вот а шейк это игрок другого уровня войска вступили в бой два склепа что ли я пропустил нет это один два склепа да ага это классика фогич немного не готов потому что пластику надо разведывать помню всякие дубасы рассказывали как контрите два склепа из эльфов ну что я уже не помню как да даже тп продал так это всегда так делается войска вступили в бой сплетанул арчей но гуля то будет сжать а некто представившийся как михаил поддержал ваш канал михаил 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 ты лучше это ты лучше михаил спасибо за варкрафт спасибо за спасибо михаил благодарю арчи валят ну димка вроде отбивается в такой ситуации те артефакты которые у него есть они как раз очень сильно помогли колечко в частности только благодаря диме мы здесь отбиваемся шреддера взял класс ну все шейку надо план b а план b это берем лес и делаем т2 не он хочет продолжать ну значит здесь он и останется судя по всему неправильно оценивает шейк степень угрозы от димы и от шреддера но блин чуть шреддер не доконтролил ну виспан убей ай-яй-яй а все равно здесь пока шеддера будет убивать потеряется две гульки жалко шреддера и если бы увидел чуть пораньше будет фогич что что там происходит что есть намерение убить шреддера его можно было по красоте увести но жертвы все равно не сопоставимы с жизнью у шейка к сожалению димка метит четвертый и и ну я бы вышел косарь на руках шейк очень поздно делает апгрейд ой ну это 2-0 в пользу фоги если фоги не на к ай-яй-яй-яй-яй не будем забегать вперед да фогич отбился да у него ситуация лучше апгрейд приблизительно одинаковый чуть-чуть получше у фоги чем персоналку он купил успей добить ах молодец дима несмотря на нерубку он вроде оступился мне показалось и гулька вырвалась вперед но тем не менее догнал нанес важный удар и только после этого он был замедлен войска вступили в бой надо смелее ставить базу фоги чё если бы он знал что там творится у андета он может догадываться потому что во-первых забегал видел он не знает насколько у него ранний тайминг т2 это единственная неопределенность но если бы он знал что даже немножко впереди врага то скорее всего тыкнул бы сразу в эксп где-нибудь в таком стандартном месте ну чё деньги у него есть там напрашивается переход в гарг потому что два склепа дк и в прошлой игре были гарги а что еще делать гарги это единственный кто может сейчас дать андету инициативу да димка приходит видит склеп точнее склепа кладбище и возможно более ранний хантерс холл ну такой не идеальный еще против гаркнуть тем не менее лучше чем в прошлый раз он поможет ему отбиться от гарк после вгл эти катки на таком расслабоне смотрится здесь накал страстей меньше это не лан все-таки это онлайн и корейцев нет китайцев нет то есть тут весь остальной мир главным образом наши европейцы потому что более сильнее не играют люди вот вот но стараются на город напали оставит нычку войска вступили в бой позднее чем мог бы панда не решается начинать начинать криппинг а может просто не хватает рук сейчас или не решается потому что реально рядышком находится враг не либо набирался смелости либо он просто не успевал отконтролиться хорошо отвлекает молодец враг наступает ай-яй-яй-яй-яй да просто бардак какой-то творится терем голем добил маленького да возможно лечо лечо к не вовремя подошла три приема ее избавят от маны ай-яй-яй ну почему не бёрны почему там же был кд но все равно не хватает маны на нову леча щи никакой представляете вас приобретают в алтаре для того чтобы вы тупо побегали немножко в центре карты и какой-то непонятный слепой товарищ не дал вам сделать просто ничего и после этого самое обидное вас опять же закажут в алтаре так появилась не торопится кстати шейк делать мяча видимо не дошли у него руки да пошла кичок попробуем еще раз попробуем ммм камерочка идет кстати не гарги говорит пальто кстати действительно что мы не прочитали игру так шедера перекупили хорошо потому что в экспант если идешь шредер очень помогает виспок виспок спокойно переход переводишь на x поиск поиск для фогена ему нужно вот эту атаку пережить для начала а вот вообще не должен здесь сражаться я не знаю зачем там там закуп свитка там закуп свитка ооо хороший койл ну до контроля арчи это ну ёппар красоты арктонс поддержал ваш канал на тысячу рублей и сообщает спасибо арктонс да 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 надо посмотреть что есть из реализованных тем там по оверлое которые используют бэк туорк там несколько разных версий оверлей не хватает говорят да надо переходить на новый уровень профессионализма для начала нужно отбить этот экспант а потом уже переходить вообще можно раскатить все это безобразие потому что андет сильно зависит от свитков вернуться отрегенить ману фогич восстанавливает шахту молодец хорошо что не не делает виспов на экспанде потому что у него все виспы и лес есть на мэйли гарги харасит это надо было конечно предугадать неправильно реагирует фогич неправильно это очевидный был ход вот тебе нужно цепляться за свою базу цепляться благодаря классной просветке минуснул гаргу класс хорошая фишка 50 голды дополнительно потратил но зато гарг убил спасает виспо молодец тоже нафига ты этих виспов то строишь ну фогич фогич где где логика у тебя 1400 леса на руках ты только что контролил виспов с мэйна я не понимаю где где находится он во время игры вообще видите оверлай принято принято внедряем ну это это глупость просто зачем ему эти виспо скажите и он достраивает продолжить достраивать войск какой смысл это выкинуты и там 300 голды просто пара дриад ну при том что тебя пушат таймингово ой ладно с богом панда не на позиции дриады танкуют винные пары дыхания очень хорошо контрит в стон формой блин фогич ну не надо прошу тебя это свистов и нет ставки ставки есть став пошел поиска вступили в бой знаю что-то бьется по дефолту должен убиваться тем временем у фогича уже две тысячи лес шейк понимает что ему нужны свитки и лезть дальше и размениваться 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 но там панда третья это проблема уже для анденов поиска вступили в бой знаю не верен и какая-то пока игра идет от фогич хорошо что не тратить час время крепится жалко что при этом а нет делает разведку и он контролировал эту красную точку сейчас про я думал про верит у противника блин москозочка где мангуэлла под 70 лимитов скажи мне сейчас саплай блок нас ждет внезапный да вот он саплай блок шедра став я надо мне проще как-то относиться к тому что я вижу как-то попроще как-то попроще хорошее дыхание неплохо адрес так его устраивает размен в равный панда отлично вот поворотный момент это важный момент гарги пьяные гг шейк почувствовал это тоже молодец ладно друзья не это самое не не депрессуйте так ребят кому ключ от варкрафта рефоржа скидываю кто первый активирует этот молодец запускаем ну а чего мне у меня вылетает игра мне дают какой-то ключ я естественно делюсь разы спасибо заставка пошла хорош так join клан ггру заходим мунвэс хэпч на летнем ряд от гарк разводил как отец да на самом деле а у нас b5 еще на самом деле если нет крит массы гарк что они не шотают с одного зала под ряду то можно контролить забрал спасибо реально сработало ну а ну а ну а фогги знал что дальше шейдера вот вот и не убирал виспов а по поводу тех виспов да тоже тоже может быть такая логика пока уверенно идем к победе это правда первый тур и еще есть лузера то есть шейк он ту 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 туууу ну он продолжит сражаться как-то свистеть научился пробовал и научился просто повторяешь и все нужно чтобы слух был чтобы чтобы не лажать вроде все готовы если посмотреть на две прошлые игры они может быть из-за того что первый герой demon hunter был там второй панда или там нога классические такие расклады то ли из-за того что андэ тоже играл по по стандартам выглядели как будто привет из прошлого ну разве что карты помадняве вот при этом привет такой слабенький то есть по исполнению это не не предел мечтаний честно вот не предел то не слух не нужен ольга бузова не даст соврать я послушал кстати да и живое выступление это ж это просто ад а кто-то еще ходит и деньги платит платят чтобы ее послушать это же я ладно поехали ходил на концерт бузова я слышал запись живую так то бузов будет трэф на евровидении я думаю что это шутка миша будет лучше я бы сходил на него я бы сходил знаешь куда вы ладно не будем шутить сходил ой варден очка слушайте а фоги решил решил показать всю силу вообще да от эстонии мы уже выступали на евровидении и ними поиска вступили в бой но посмотрим разнообразие радио есть варден она что-то умеет карта хорошая артефакты достойные поэтому поэтому посмотрим на варик такое очевидный просто добивание бараком было я думаю сейчас варю подойдет остановится не будет ударяет и барах следом блин ну типичный типичный фоги штупили в бой е-мое нет короче варе важен криппинг тут как бы с трех точек третий уровень как на т.с. все вот мун стайл ну да это это и в стиле луна лико ой может челлендж у него опять ну как это происходит вообще как это происходит почему так поздно второй барак я не знаю разведочка есть такая базовая со стороны плащик выпал андеда вот это важный момент реально может спасти жизнь а и он намагас и не намагас цветок зверя самый отвратительный артефакт который мог попасться для вар дэнки до третьего кстати далековато еще не те точки крепили надо еще одну зеленую видимо было забрать виспа нужно собой водить обязательно туда войска вступили в бой нагловато я только хотел сказать что варька немножко себя ведет нагло продали купили продал скролл за бист купил ботинки себе скорости продолжается разведка грейт на т2 экспанда чё-то не хватает немножечко мне кажется он будет ставить эксп уже непосредственно месте подожду когда он добежит хотя он да это может и не отстанет от него бесцельная беготня страны но только ну как ну как зачем зачем вот только хотел сказать единственное что чего он может здесь добиться то есть убить гульку он не может убить деку он не может единственное чего может добиться это что его окружат и он вынужден будет будет выучить блинка и стопэшится окей сейчас да деку надо подблочить еще но не ботинки плюс а у красиво можно сделать ай вы не или да или нет нет лучше не окружать уже но потому что уже арча подставка она в окружении должна быть она не выстояла бы а вот гульку разменять на арчу идея классная потому что кдф у койла классно шейк добивает свою гулю красивый момент час был и правильное решение со стороны фогичи и правильное решение со стороны шейка там и подблочил когда понял что уже никак ой вот нагой не люблю очень неприятный герой против варки на подпуш не дает развернуться и варе не 3 она конечно если он не добил все равно не была бы третьей но парочки скелетов хватило бы тогда а шейка играет так агрессивно как должен играть андет против варки а я я я и ренджа не хватило а а знаете что варят со вторым кинжалом делает с ногой вот удалось бы ему добить и где-нибудь этот опыт получить нога бы ползла бы в сторону базы и умирала бы даже с ботинками неважно да что такое фоги да я в шоке сам то есть его андет очень очень хорошо держит сделать ничего не может фогич и 103 лорнице ну короче по теме лала это по теме лала это ну закрепьте этих мурлоков но зачем тебе вот куда он лезет фоге как банный лис пристает сделать ничего не может но только не на нычку ну почему ну хотя отошел противник может и успеем поехали только быстро только быстро 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 прям быстро да все шейка стал вступили в бой он так подошел к мастерской что я подумал он возьмет кого-то шедер или дирижабль но зачем ему это и другое не совсем понятно твари упадает кольцо не очень ну именно для для варьки не очень и 3 варя есть нельзя останавливаться на достигнутом надо идти дальше крепится 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 войска вступили в бой где кинжал реакция мангуста блин ну как боялся что иллюзия но про клик и день жены видно же все все прекрасно не наступая тем не менее хорошо жезла ветров можно использовать для убийства героя 3 правда да ну героев укусим деку поднимаем проект здесь у нас медведи первые пошли мастера продал кольцо и что-то еще ска вступили в бой нека рядышком с бутылкой и выманивайтесь особо бесполезно то есть надо было просто тыкать в гнолу тыкать перетыкивать а даже так ой хорошо блинк фокус под ике мишка немножко подставляется став у нас естественно нет но мы добились руки в гульку даггер ладно ладно лимит хороший маны нет куда варден бежит без маны непонятно просто непонятно думает подрезать ну инвул свиток напрашивается войска вступили в бой хорош молодец размен явно в плюс во первых хотя экспу забрал не он кажется но зато забрал артефакт не везет на артефакты писать мама могла быть например большой бутылек маны амулетик мог быть плюс 6 in ты им тоже предмет мог быть камень маны тоже мог выпасть в результате scroll of the beast циклон стрэнджа так дк в воздух медведи очень битые пчелла лает к этому моменту переучивается просто на 2 ножи улыбается и машет на фоге теряет 3 медведей в моменте в котором на не должен был сражаться но не обязан был так скажем шеек до контролируется прекрасно медведи жалко войска вступили не только ценный мех ой спела спрятаться хотя оригин все равно сбили и идут дестройеры 57 лимита ушейка против 45 не лезть варьев соленова даже не 5 покажет как же метели так как же и метели чем минус мишка рычи 5 только на херакил здесь можно нормально отбиться потому что телепорту врага нет мне мне кажется только деку только въезжать деку с третьим даггером он так и делает там бутылек есть ну да только-только откатилась говоришь сможет отлететь телепорт телепорт варя может подойти сейчас телепорт пошел ну врывайся друг там дека уже отъелся даггер финда да нету не это самое тут с такой динамикой не отбиться хороший хороший диспол прячется варя просветки маны только на один койл это может и хватить этот 21 это 21 к сожалению ну не добиваем нейтралов и тогда проще будет не бегаем бесцельно тоже проще будет эти фоги может вырулить все равно войска вступили в бой ну вот если шейк тоже будет отдавать вот так юнитов и мы до 6 кем-то макаром дойдем минус дк хорош да что вы доходим минус дк . сбора прекрасно смотреть как блин нет есть шанс уже уже есть шанс неплохие за болею я за за эльфа не могу ничего с собой поделать шейк тоже хорош войска вступили в бой персоналка о блочить блочить там есть телепорт вообще у врага нет телепорта у врага ну врываемся убиваем околитов получаем что левел и все можно даже не околитов а так еще один поисков с чистой аварии ульта 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 почему же так долго выбираешь наверное из-за того что дрянь типа контролишь так кто-нибудь объяснить мне почему ульта не вызвано было понятно надо уже валить сюда в артинге персонал очка восстанавливать ману задача просто здесь отбиться если удастся отбиться все гг у шейка от нам и не зажалки на мои сражения ну да тыкать надо опять в деку только папа по убийствам героев хорошо 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 финда подрезает ойде строя расширка оставляет жалко дистра спасает но это минус койл еще тут сетка на мурлоках да ладно минус финт еще один просветка да фокич отбивается в это время на мэне продолжается хаос таунт отличный деке очень плохо уже надо уже прожимать инвул будет после следующего замаха сейчас инвул шикарный койл ну а толку а что где как как деке быть то как быть деке он же умрет минус дк как следствие минус лич инвул прекрасно фоги отыграл пп гг жалко шейка но у него есть еще шансы на на пройти дальше но это вообще тоже третья игра с таким с таким количеством вопросов странно вива бея скидывает не под меня потом досмотрю и так по счету уверенно фогич 30 справляется с шейком там параллельно должны играть еще sonic с террором пойду посмотрю какое расписание дальше но ты посмотрите говорит ддм и эльф играл очень хреново постоянно косячил мисплей победил да так и было тебе близы отписались ари форжа они пишут что чтобы я им больше не писал вот я если честно я не не спрашивал ари форжа потому что это такой вопрос ну на которой они не дадут ответа они там подписывают серьезный документ мит они разглашение штраф иконский они не скажут а если сайды по турнирам вк рефорж от близов или там киберспорт опять нет ни была же информация по поводу того что да им очень интересен киберспорт на ближайших планов нет это вообще странная конечно тема знаете в комьюнити продолжаются турниры там люди поддерживают смотрят там все организуют уже все там готовятся там бакту орков что-то организует на вуд гейме там был бренд кап и там первые турниры по рефоржу декабре близы нам очень интересен киберспорт в варкрафте но планов пока нет полтора минуты всего глянь ладно говорил время есть поэтому глянем ой прекрасная игра феникс поинт очень рекомендую от создателя x кома ухож говорит да и насрать лук на так во-первых мы тут по дипломатии идем по пути с крабами с последователем а ну вот на втором месте у нас эндерион а после пары рейдов и диверсий милитаристическая организация против нас мне дали огромное количество исследований я не смог вообще понять что происходит что делать что не делать заказал пока все новые штаны для псионика и кипарик бы заказать сюда для псионика а только-только такие штаны ездим вот так устроить диверсия 68 процентов скакнут вверх да я уже устроил на диверсии очень жесткие по сложности у нас все бойцы здоровы кроме хелки которая чуть-чуть не дотянула до нужного уровня но в принципе у нее все хорошо она такой полу снайпер полу полу непонятно что не знаю что делать заказал новые штаны ну да там просто мне дали псионику уже первого я хочу его потестить по еде нам дали бонус 25 процентов тоже прекрасно я думаю надо проверить торговлю и посмотреть в группу можем мне кажется или звуки из игры довольно громкий до поварка в ту пауза легкая друзья не переживайте как только так сразу как только так сразу есть новый лимин вот что тот же что и был до этого мне еще кажется дали какой-то там дирижабль что ли сканируйте территорию производства может я могу да я могу тебя мат сделать вместимость на 2 больше но скорость в два раза меньше но радиус полета два раза больше то есть я могу на более отдаленные сложные миссии снимет но пока рановато мне кажется рано вату полетели есть квестовые миссии но что там центр элитной подготовки элитной подготовки может это повысит уровень а как мне увидеть центр элитной подготовки а на 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 по по на по на процент на подготовки философ говорит должны 4 сейчас играть но они до трех побед там 30 но я не знаю зачем 4 не может им нужно но я не уверен во можем здесь поторговать 64 обмен хороший курс разбирая развалины старой библиотеки наши оперативники обнаружили полоумное существо напоминающий морскую раковину человеческим лицом по-видимому она некогда работала в библиотеке кажется еще не до конца потеряла свой человеческий разум давай нам какие-то наводки на спрятанные сокровище его речь сбивчиво и запутанно но только смысла вниз тоже присутствует может быть ловушка застрелить существует существу оракул попросить последователей записать его в изречение оракул реку топе после здания евы и адама уйдя от берега найти найти чтобы устье изгиб принесет нас по разомкнутому порочному круговику назад границам замку на взгоре короче мы отношения с последователями улучшили между прочим надо было сканчик сделать давайте скан здесь запустим и в убежище поторгуем ну что хавчик я видите производить сам могу а материала нет так там соника игра поехали я поглядываю в конференцию нет sonic на букву к все все нет миша нет нет земля в опасности я понимаю но но нет так а какой счет может быть об этой было типа четвертая игра друзья у кого есть оперативная информация с с поле боя я думаю тут 21 в пользу террора 21 да ладно ну ладно что-то мне кажется вардыночка нас ждет на островах эхо хавк почему не участвовал знает не кстати я не знаю почему хавк не участвовал уже голоду готовился играет sonic против террора да варя 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 сейчас посмотрим альтернативную варден хотя как вы понимаете фогич то в результате во всех трех катках затащил из варденки в том числе а здесь проигрыш 12 пока что виспы на поддержку криппинга с бараком арча пока есть время от гоняя это калитом доверит магазин войска вступили в бой короче 次 скунчиком новая те 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 Продолжение следует...